Вы сказали же ему меня, мы согласны же, потому что без мусора... Стоп, я про это вам сказал? А вы меня ни за что обманщиком назвали? Вы сейчас 20, 20, этот самый, вы сказали, да, вы второе... Вы ни за что, я с ними перегорел, они сказали, у нас один отказной дом есть, говорил? Говорил. А почему три года стоим и не можем закрыть? А денег не давали ему? Три года, а других-то давали, нам не дали, что ли? Вторая часть встречи Акима Шемкента с жителями Микшинского района оказалась очень напряженной. Люди, которые получили возможность озвучить свои проблемы, эмоции сдерживать не стали. Например, домком одного из домов Микшинского района уже третий год не может добиться от властей модернизации жилища. Говорит, нужно заменить кровлю, но у властей постоянно находятся отговорки. В этом доме в основном проживают инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры, поэтому чинить дом за свой счет проблематично. У нас все подъезды, многодетные мамаши, пенсионеры, инвалиды. Я говорю, какие еще другие выходы есть? А он мне сказал, может спонсорскую? Я пошла в спонсорскую, Акимату ходила туда, они говорят, ну это нельзя. Я говорю, ладно. А потом наши пошли тоже уже. А Каса говорит, вы на спонсора надеетесь? Мы вас сняли с очереды. Директор строительной компании поясняет, в том, что ремонт до сих пор не сделан, виноваты сами жильцы. Мол, не могут друг с другом договориться. С этим домом мы начали решать вопрос в декабре месяце 21-го года. 20-го года? Мне там написано. 20-го года поступило заявление в Мишинский Акимат. Все. На 20-й год уже список домов был определен. В декабре месяце мы включаем список их. На 22-й год. Хорошо. Мы проектно-сметную документацию заказываем, разрабатываем. Приходим. Два подъезда говорят, да, два подъезда, да, делайте нам крышу. Один подъезд говорит, не надо, у нас кое-что свое есть. Хотят несколько квартир. Пятые этажи желают сменить крышу. Первые этажи, после того, как все меняется, впоследствии говорят, а мы не договаривались, извините, без нашего согласия. А это другая жительница района. Подъезды дома, в котором она живет, выходят прямо на улицу. ДТП там происходят каждую неделю. Всему виной припаркованные вдоль дороги машины. Проезжающие водители не видят переходящих дорогу детей. На просьбу установить дополнительные знаки в полиции ответили, что этими вопросами занимается только Акимат. Последнее письмо было 13 августа 2021 года. Мне пришло отказное письмо с отдела транспорта, по-моему, кто занимается, что они написали, у вас знак стоит. Там знак стоит, его вообще не видно. Куда надо еще знак? Я просила, я говорю, поставьте знак, парковаться нельзя. Я говорю, рассматривается же, это тоже законом, если углубляться, смотреть. Просила я, и жители просили. Нам не поставили, нам отказались. Мы сами же за свои же деньги постелили лежачий полицейский. Почему? Потому что там на самом деле вечером, там гонки. Мурат Айтенова нисколько не смутил тот факт, что жители вынуждены самостоятельно выполнять работу Акимата за свой счет. На просьбу разобраться в проблеме он ответил замечанием. Нельзя самостоятельно ставить ограничительные. А там невозможно, вот даже в часах. Я понял, просто я говорю, впереди, в будущем. Нельзя этого делать, это закон полностью запрещен. К слову, на встрече с жителями Инбекшинского района градоначальник рассказал о проделанной работе. Жители города чаще всего обращались с элементарными вопросами, касающимися питьевой воды, электричества, общественного транспорта и других отраслей. Тот факт, что людям для решения бытовых вопросов приходится обращаться к Акиму на собрании, возможно, говорит о том, что местным чиновникам стоит поменьше сидеть в кабинетах и почаще общаться с народом.